Русские новости Русские новости Русские новости Русские новости Русские новости должна возникнуть другая. Вот какая власть должна была возникнуть, вот об этом говорили на митинге, и о тех преступлениях, которые совершены буквально на наших глазах в последнее время, Центробанком, который проспонсировал многие структуры, которые возглавляются родственниками членов правительства или главы самого Центробанка, родственниками, друзьями, знакомыми, близкими партнерами по бизнесу. В общем-то, этот конгломерат, который нынче находится у власти, просто старается как можно лучше обустроиться в условиях кризиса и переложить все тяготы этого кризиса на народ. Ну, это обычная их деятельность, просто раньше они воровали как-то по мелочи, растягивали это удовольствие. Так, 10 миллиардов, 100 миллиардов. Ну, тут уже запредельный масштаб воровства, и он как-то выходит наружу, и мы некоторые цифры знаем, и фамилии, и в русских новостях об этом тоже будем говорить. На митинге собрались не только его участники, поскольку площадь около метро 1905 года в Москве позволяет также слушать выступающих не только тем, кто находится на самом митинге, но и людям, которые проходят мимо. Многие останавливались, и не меньшее количество людей слушало ораторов, выступающих на митинге с площади, не заходя за рамки, которые были выставлены полицией. Полиция на этот раз была лояльна, никаких провокаций не было, и мы высказали все, что хотели, все, что могли. Я думаю, что на полицейские силы действует интеллектуальный способ преподнесения нашей информации без излишней ругани, без глупостей. В общем-то, так и должна действовать русская национальная позиция нынешнему русофобскому режиму. Не все еще, конечно, в Русском национальном фронте отлажено, появляются новые организации, появляются новые соратники, новые люди, и каждый раз приходится притираться, притираться, сближать наши позиции. Тем более, что многие либеральные и социалистические догматы остаются в головах у граждан, ведь они вбивались многие десятки лет. Например, нам пришлось избавиться от движения «Черная сотня», которое, конечно, к «Черной сотне» исторической никакого отношения не имеет, и там либерализм угнездился очень основательно. Нам был поставлен ультиматум, что мы должны почему-то поддержать патриарха московского Кирилла, хотя у нас организация светская, политическая, нерелигиозная. После того, как подавляющее большинство просто отказалось даже участвовать в обсуждении этого вопроса, представители «Черной сотни», обругав нас с последними словами и опубликовав гнусное клеветническое заявление, ушли от нас. Ну, в общем, и слава Богу, потому что это люди, которые вряд ли для нас могли бы быть соратниками, но и маломощность этой организации и, в общем-то, масса всяких конфликтов вокруг нее, нам не предоставила возможности как-то исправить положение дел. Но эти люди и не хотят. Они хотят быть не соратниками в борьбе за русское дело, а хотят быть некой сектой, которая поливает грязью всех остальных. К нам подтягиваются новые люди, и слава Богу, что у этих людей в голове все правильно устроено. Если есть какие-то разночтения, мы их все-таки снимаем путем диалога, путем дискуссии и планируем нашу будущую деятельность, не только публичную, но и интеллектуальную. Надеюсь, что все-таки вот эта точка сбора русского движения побудит и других участников русских мероприятий или русского движения в целом присоединиться к нашей деятельности, внимательно следить за нашими объявлениями, приходить на наши митинги, приходить на наши консультационные совещания, если это представители общественных объединений, и участвовать в формировании той самой силы, которая может противостоять, с одной стороны, как либеральному реваншу, с другой стороны, коммунистическому реваншу, ну и, конечно, той самой русофобской силе, которая сегодня захватила власть и сотрудничает очень плотно или через подставных лиц и с коммунистами, и с либералами. Мы представляем третий путь, национально-патриотическое движение, национально-патриотический вектор, который для русского мировоззрения является основным, ключевым. Мы должны опираться именно на основу русского национального мировоззрения, не на какой-то социализм, социалистические выдумки, учения, не на коммунизм, тем более с вот этим инороческим марксизмом, и не на либерализм, что уже совершенно очевидно. Те, кто исповедует сейчас либеральные взгляды, это люди, которые уже совсем запутались или просто от природы ненавидят наш народ, нашу страну и желают им всяческого зла. С такими людьми, конечно, у нас не может быть ничего общего. Российская власть, власть россиянцев, как я ее называю иногда, крайне враждебно настроена к любой общественной организации, которая исповедует русские национальные ценности, русскую национальную идею и борется за русское будущее, за интересы русского народа. Так сейчас открылся процесс против народного ополчения имени Минины Пожарского, лидер которого сидит в тюрьме, Владимир Васильевич Квачков, и, видимо, властям показалось, что мало для него 8,5 лет, которые они присудили по фальсифицированному процессу о подготовке государственного переворота, и они решили дополнить этот срок еще и тем, что Владимир Васильевич причастен к формированию некой террористической организации. Якобы НОМП, народное ополчение имени Минины Пожарского, является террористической организацией. Я думаю, что террористической организацией является правительством Российской Федерации, потому что антиконституционные действия являются для этой структуры обычными. Народное ополчение имени Минины Пожарского никаких терактов никогда не проводило и не имеет даже возможности, даже если бы такое желание было, а у нас иногда эмоционально возникают пожелания смерти своим собственным врагам, это достаточно естественно желать смерти своим врагам. Но даже нет таких инструментов, с помощью которых можно было бы это мгновенное эмоциональное переживание каким-то образом реализовать. Главным инициатором этого процесса является Генеральная прокуратура и отъявленный русофоб и негодяй господин Чайка, который у нас давно уже замещает пост Генерального прокурора и вредит русскому национальному движению как только может. Я думаю, что это одна из первых кандидатур на то, чтобы этого человека поставить перед Народным судом и осудить по справедливости за всю его деятельность, подлейшую деятельность, которую он ведет в течение многих лет. Он полностью не дееспособен, как Генеральный прокурор, не способен организовать деятельность органов прокуратуры. Они прекратили свою работу в защиту прав граждан полностью и целиком. Это проверено многократно. Когда бы вы не обращались к прокуратуре, вы никогда не можете получить от нее ответ в том плане, чтобы ваши законные требования были прокуратурой поддержаны. Если же какой-то чиновник затеял против вас какой-то негодяйский процесс, то прокуратура непременно будет на его стороне. Прокуроры всегда во всех ситуациях поддерживают негодяев, уголовников, врагов России. И, кроме того, прокуратура является главным инициатором всех русофовских процессов, которые потом проходят в суде. Ну и, соответственно, купленные судьи, купленные прежде всего тем, что они полностью зависимы от своего начальства, выносят приговоры русским людям. И у нас масса политзаключенных, масса. Когда мы подавали заявку на один из митингов, ее отклонили по той причине, что там было указано, что мы будем протестовать против политических процессов и выступать в поддержку политзаключенных. Было сказано, что поскольку у нас политзаключенных в стране нет, значит, мы не можем ничего о них говорить и проводить массовые мероприятия на этот счет. Но мы-то прекрасно знаем, что политзаключенных в России много, это уже многие тысячи заключенных, а еще больше людей, которые просто в своих приговорах получили дополнительные сроки за то, что им приписали членство в какой-либо организации или они хоть как-то, хоть каким-то образом ассоциировались с русским движением. Политзаключенные в России есть. Это прекрасно знают все в Кремле, знает генеральный прокурор Чайка. Видимо, ему мало. То есть ему нужно постоянно показывать своим хозяевам, что он на их стороне, что он действует против русских людей самым жесточайшим образом. Поэтому им инспирирован процесс о создании террористической организации. Можете себе представить. Кавказский бандитизм захватил уже у нас всю страну. Но господин Чайка находит русскую организацию для того, чтобы обвинить ее в терроризме. Это преступная деятельность. Конечно, генеральный прокурор Чайка – это преступник. Преступник перед ныне действующими законами, перед законами человеческими, но и перед законами божьими. Он в полной степени должен быть определен как враг русского народа, один из первых врагов русского народа. А уничтожение врагов тем или иным путем, уничтожение моральное, уничтожение их полномочий, является, конечно, для нас одной из ключевых задач. Я не говорю о том, что кто-то должен непременно физически устранить нашего врага. Таких возможностей мы не имеем. И думать о том, что мы не можем сделать, конечно, бессмысленно. Но то, что этот человек может и должен быть отстранен от должности, в этом нет никаких сомнений. И к этому, конечно, русские люди должны стремиться. Главное постоянно держать у себя в голове, что прокуроры – это не наши друзья, и они никогда ими не будут, пока нынешняя власть будет у группировки Путина и ему подобных людей, которым совершенно все равно, существует ли в стране справедливое правосудие, существуют ли дееспособные прокуроры, на стороне ли граждан действует правоохранительная система. Напротив, они всю эту систему направляют против граждан. Соответственно, мы должны этой системе противостоять всеми возможными силами, никогда с ней не сотрудничать, ни по какому поводу, даже если этот повод внешне кажется каким-то справедливым и правильным. Даже если кого-то преследуют по уголовным статьям, это вовсе не означает, что уголовные преступления совершены. Как вот в этом случае, заведомо фальшивое дело инспирируется Генеральной прокуратурой. Заведомо фальшивое дело. За такие вещи, конечно, надо сажать на длительные сроки в тюрьму. Прежде всего, тех, кто носит погоны с большими звездами прокуроров, которые все это дело затевают и превращают всю правоохранительную систему в русофобскую машину, которая переламывает кости не только русскому национальному движению, но и русскому народу. Надо сказать, что в Пензе идет еще один процесс против НОМП, против его лидера, против Владимира Ковачкова. По поводу его книги, которая называется «Кто правит Россией?» Конечно, если такая книга с таким названием появляется на свет или, конечно, если ее лидер по политическим мотивам заключен в тюрьму, правоохранительная система не может к этому относиться равнодушно. Она стремится к тому, чтобы объявить этот труд экстремистским, и экстремистскими способами достигает своей лживой цели. Ложь является основополагающей частью всей работы правоохранительной системы в России. Ложь в судах является нормой. Может быть, кто-то об этом не знает, но, видимо, он не бывал в судах. Кто когда-либо бывал в судах, тот прекрасно знает, что судья никогда не находится на стороне справедливости. Интуитивное понимание справедливости есть у каждого из нас. Мы прекрасно понимаем, когда поступаем справедливо, когда нет. И когда мы приходим в суд со своими болями и проблемами, то оказывается, что судья всегда на стороне несправедливости. И в данном случае нет сомнений, какое решение примет суд. Он, конечно, объявит книгу Владимира Васильевича Квачкова экстремистской и запретит ее распространение, запретит ее хранение и будет преследовать даже тех, у кого в своей собственной домашней библиотеке эта книга по каким-то причинам оказалась, случайно оказалась, или кто-то подарил, или она была куплена задолго до состоявшегося решения. Тем не менее, подобные книги, как и вообще все книги со словом русский, со словом национальный, следственными органами всегда считаются экстремистскими. Все эти книги изымаются при обысках, которые проводятся совершенно произвольно. Но соответствующие санкции дают прокуроры. Естественно, они нацелены вовсе не на то, чтобы минимально повредить жизни граждан, они нацелены на то, чтобы максимально ее усложнить, если граждане действуют против нынешнего русофобского режима. А вот что пишет Юрий Екишев, один из лидеров НОМП народного ополчения имени Минина и Пожарского, о том процессе, который идет против данной организации. Доказательства терактов, взрывов, отрезанных голов нет и не может быть никаких. Вернее, теперь доказательством может стать ваш поход в Эрмитаж, после которого можно сказать, что вы присматривались к захвату Зимнего дворца. Вот такого рода доказательства сегодня в ходу у Генпрокуратуры, по сути, исполняющей политический заказ методами насилия над здравым смыслом и судебной системой, которую, по идее, они же и должны как-то защищать. Владимир Васильевич Квачков был на связи с судом по видеоконференции. Ключевой фразой проверки громкости связи стала «Русская революция неизбежна». Раз это слышно, значит, связь работает нормально. В отличие от связи администрации колонии, исправительной колонии 5, которая работает как раз ненормально, они так и не удосужились ознакомить полковника Квачкова с обвинениями прокуратуры. Поэтому заседание перенесено до момента ознакомления. Следующий суд 29 января в 14 часов в Мосгорсуде, зал 606. Мы призываем тех, кто намерен противодействовать вот этому беспределу, по крайней мере, морально его осуждать и быть в курсе дела, посетите этот суд еще раз 29 января в 14 часов зал 606. Приходите поддержать Народное ополчение имени Минина Пожарского Владимира Васильевича Квачкова. В Новороссии, как мы и предсказывали, вновь начались активнейшие боевые действия. Они были подготовлены с обеих сторон. Причем не ополченцы готовили это обострение, не добровольцы, которые приехали из России. Готовили манипуляторы как киевские, так и московские. Это война между двумя гнусными политическими режимами, между киевским и кремлевским. И тот, и другой режимы являются русофобскими, ненавидят нашу страну, и оба заинтересованы в том, чтобы проект Новороссии провалился, превратился бы в свой антипод, превратился бы в нечто среднее между олигархией киевской, олигархией московской. Так, собственно, оно и происходит. И предательство теми властями, которые устроили фальшивые выборы и угнездились в власти в ДНР и ЛНР, стало совершенно очевидно. Война продолжается, но уже роль ополченцев там превращается в роль пушечного мяса. Кстати, на митинге Русского национального фронта как раз поднимали вопрос об убийстве Александра Беднова, Бэтмена, которое произведено, скорее всего, с применением силы российского спецназа. Это постыдная операция, это бандитское убийство, которое осуществлено по приказу российских закулисных манипуляторов, произведено на территории Новороссии. Фактически, это вторжение во внутренние дела и разрешение некой конфликтной ситуации, о которой нам ничего не известно, с помощью вот такой бандитской акции, когда участники ополчения были расстреляны из гранатометов и добиты из стрелкового оружия. Конечно, этому преступлению не может быть никакого прощения. В будущем оно должно быть расследовано, и лица, которые его осуществили, а в особенности тех, которые его заказали, должны, конечно, оказаться на скамье подсудимых. Нынешняя массированная бомбардировка Донецка и всей полосы соприкосновения вооруженных сил Украины с силами ополчения говорит о том, что война не закончилась, она будет разгораться дальше и дальше, потому что единственное средство спасения кремлевских и киевских негодяев именно в том, чтобы вести войну, чтобы провоцировать лживый патриотизм, как будто бы мы, граждане России, должны защищать своих врагов, которые копались в кремлевской администрации, в администрации президентов, в правительстве и в Государственной Думе. Нет, конечно, мы на защиту этих людей, на защиту этого режима выступить не можем. Ополченцы воюют за Новороссию, как за новый проект, как за русский проект, не имеющий отношения к кремлевских манипуляторам. К сожалению, в этой борьбе политическая составляющая была крайне слабо представлена и продумана. К сожалению, некому было собрать полевых командиров ополчения и утвердить свой порядок правления, прежде всего, национальную диктатуру, потому что никакой другой режим в условиях войны, конечно, не может существовать. Необходима была военная мобилизация всех сил Новороссии для сопротивления врагу, необходима была подготовка и осуществление мер по защите национальной безопасности, ликвидация всех структур, осуществляли предательство и неважно, в чью пользу это предательство осуществлялось в сторону Киева или в сторону Москвы. К сожалению, это сделано не было и это еще раз говорит о важности политической составляющей во всех процессах, в которых участвует русское движение, русские люди. Есть известная истина, что на штыки можно опираться, но сидеть на них нельзя. Поэтому, в любом случае, когда мы бьемся за русские интересы, мы должны политическую составляющую ставить на первое место, а вопросы силового противостояния нашим врагам на второе место. В данном случае в Новороссии так не получилось и в русском самосознании пока еще реальным делом считается в основном стрельба на позициях по врагу. Это наиболее простое решение для тех, кто хочет немедленного действия, но в то же время это и не самое эффективное действие, потому что ключевым вопросом является, конечно же, вопрос о власти в Москве, прежде всего, вопрос о власти в России и вопрос о собственности. Но также еще один вопрос об информации. Три вопроса власть, собственность, информация, это то, чем мы должны заниматься беспрерывно, без разрешения этих вопросов. Никакие силовые структуры в Новороссии или где-либо еще не смогут разрешить вопрос о будущем России. Мы же стремимся к этому, поэтому и формируем политические структуры, политическая партия Великая Россия или Народное ополчение имени Минина и Пожарского или Инициативная группа по проведению референдума за ответственную власть и другие организации, которые активно участвуют в русском движении, они все продвигают прежде всего интеллектуальные идеологические моменты, которые должны мобилизовать большие группы населения, а не только энтузиастов, не только подвижников. Ситуация во Франции, раскручивание вот этой антиисламской истерии и провокации, которые осуществляли вооруженные силы Украины на границе разделения с Донецкой и Луганской народными республиками и, наконец, вот этот террористический акт, который произведен явно силами спецслужб Украины, это взрыв автобуса и уничтожение, там погибло 10 человек и 13 человек было тяжело ранено. Якобы Град ополченцев обстрелял, вот эта залповая система огня Град обстреляла пассажирские автобусы и вот такие жертвы были заранее была подготовлена эта провокация, заранее были подготовлены информационные сообщения, которые не имели ничего общего с тем, что произошло. Явно по всем картинкам, которые передавались и которые были в сети, это был взрыв не снаряда от установки Града, потому что, во-первых, были бы тогда и другие взрывы, осколки совершенно другой формы. Все осколки прошили автобус только с одной стороны и не прошли насквозь. Специалисты указывают, что, скорее всего, была прям вплотную к автобусу установлена мина, противопехотная мина, скорее всего, мина МОН-50, которая 50 осколками прошила автобусы, и такие элементы на фотографиях с места событий были обнаружены. Ну, собственно, надо, чтобы себя прикрыть, в случае чего, если вдруг окажется не очень убедительная версия с тем, что Град выстрелил по пассажирскому автобусу, все это произвели рядом с неразминированными минными полями, и на фотографиях хорошо видны изображения предупреждающих надписей, что здесь размещены мины, якобы вот мина взорвалась. Но такого не бывает, это из области фантастики, скорее всего, мина была установлена сведомо киевских властей, и гибель людей была формой такой пропагандистской акции, чтобы еще раз подчеркнуть, что ополченцы это вот такие террористы, а вооруженные силы Украины, вот этого бандитского режима Порошенко, являются рыцарями без страха и упрека. Мы знаем прямо противоположное, мы знаем прямо противоположное, и в этом не надо никого убеждать. Когда в интернете иногда возникают дискуссии, то на глупые вопросы, конечно, лучше не отвечать, когда начинают оправдывать действия вооруженных сил Украины, когда начинают оправдывать бомбардировки Донецка, Луганска, и валить вообще все на Россию и русский народ, ну, зачем разговаривать с такими людьми? Если у них мозги убиты украинской пропагандой и ненавистью к всему российскому, всему русскому, ну, о чем можно говорить? Какие дискуссии можно вести? Оправдываться не нужно. Ополченцы действуют так, как подсказывает им совесть, и мы должны быть на их стороне, а не на стороне одного или другого олигархического режима, и теперь уже мы не можем быть и на стороне руководства Донецкой и Луганской республики. Мы только на стороне добровольцев, ополченцев и считаем, что они делают дело достойное и с оружием в руках противостоят нашим самым злейшим врагам, которые готовы нас убивать. То, что мы видим сейчас на территории Новороссии, это же может произойти и у нас в любом месте, потому что это кому-то выгодно. Выгодно была война в Чечне Березовскому или какой-то еще там группировки нефтяных магнатов или манипуляторов, которые боялись как бы вот режим Ельцина не рухнул. Вот они организовали все это дело. Путин, конечно, пришел к власти именно через войну, через вот такой всплеск патриотизма. Может быть, он в тот момент был оправдан, потому что Чечню надо было освобождать от контроля со стороны бандитских формирований в то время Масхадова. Но сейчас нас пытаются превратить в таких лжепатриотов, которые оправдывают любое действие властей и вообще забывают о том, что у власти находятся воры-изменники. Вот этого мы не должны никогда забывать и те жертвы, которые сейчас понесли жители Донецка, Луганской, прилегающих территорий, они все находятся на совести не только Порошенковской группировки, но и группировки Путина, которая засела в Кремле и никакого другого интереса, кроме продолжения своего правления и разграбления страны, не имеет. В Европе продолжается шизофрения, связанная с террористическим актом против журналистов порнографического журнала «Шарли и Бдо». Различные структуры и частные лица скинулись, чтобы издать очередной номер этой порнографии как бы в пику тем, кто расстрелял журналистов. И тираж этого издания повысился до 5 миллионов. Создав обстановку истерии, эти люди, которые выпускают этот журнал, те, кто вложились в выпуск такого массового тиража, а также те, кто торгует этим журналом через интернет и его интернет-копиями, невероятно обогатились на вот этой шизофренической кампании. Мы можем посмотреть и на то, как Россия участвует в ней. Во-первых, постоянно во всех средствах массовой информации обыгрывается вот эта бирка, которую наклеивают на себя любители порнографии «Я Шарли». Я Шарли, к тому же еще и «Ебдо». Вот с таким лозунгом должны эти люди ходить, наверное, и на улицах России. Они всячески выражают поддержку свободе слова в форме порнографии. Они не выражают поддержки свободе слова в смысле высказывания правды и донесения до граждан информации, свободе просветительства, свободе информирования и обучения людей через систему массовой информации. Этого ничего нет в российских СМИ, поэтому они могут публиковать публиковать только порнографию или только ложь, или только дезинформировать. Вот это и является главным содержанием того, что они считают свободу слова. Мы, конечно, не признаем подобного понимания свободы слова, соответственно, не имеем никаких симпатий к погибшим журналистам и их деятельности прежде всего. И, соответственно, мы должны относиться и к тем людям, которые стремятся под этим лозунгом «Я Шарли» до каким-то образом утверждать свое право на искажение действительности, которое нас окружает, и на свое право морочить людям головы. Кроме отвратительности самого этого издания, кроме того, что сам этот теракт во многом был спектаклем, такой постановкой, еще есть и глобальный замысел. Кстати, элементы постановки достаточно подробно проанализированы. Видно, как так называемые террористы, экипированные по последнему писку моды спецслужб, бегают по меткам, которые оставлены для них, и совершают непонятные действия. Непонятным образом меняются машины, которые выдаются за одну и ту же в тех информационных сообщениях, которые их показывают. Непонятным образом спецслужбы уничтожают одного из террористов, хотя легко могли бы взять его в плен, допросить и выявить террористическую сеть, если она существовала. Очень много неясного также есть в материалах с места преступления, там явно какой-то томатной пастой политые стены, таким образом кровь не может захлестывать, там все на свете, стены, которые полностью залиты кровью, видно, что это не кровь, истекающая из человека. То есть, тот специально, наверное, пугая глупую публику, замазал все кровью, как будто там ею поливали из бронспойта. Вся эта постановка направлена на одно, чтобы создать обстановку крайней вражды. На территорию Европы эти силы, которые намерены Европу уничтожить, позволили въехать миллионам и миллионам мусульман, представителей иных народов, которые имеют свои собственные культурные стандарты, которые имеют иные ценности, и пытались их там приживить в порядке концепции мультикультурализма. Потом оказалось, что мультикультурализм не проходит, и арабы или турки не превращаются, соответственно, в французов или немцев. И поэтому об этом было сказано с высоких трибун, мультикультурализм провалился. И что же теперь делать? А теперь можно, наверное, затеять войну с теми переселенцами, которые консолидированы, которые мобилизованы, среди которых очень много молодежи, среди которых очень много людей рисковых, и которые легко получают оружие, в том числе и от спецслужб, и от тех закулисных сил, которые намерены Европу уничтожить. И, соответственно, на территории Европы организуют войну между мусульманами и коренным населением Европы, а также войну между европейскими государствами и теми государствами, в которых ислам является ведущей религией, а часто и входит в государственную политику как неотъемлемый элемент. То есть противостояние между Западом и исламским миром является задачей тех, кто эту провокацию организовал сейчас и намерен развернуть ее до такой степени, чтобы она превратилась в военные действия, а также объяснить и оправдать те действия, которые были предприняты против исламских государств, прежде всего против зверской расправы над Ливией и над ее руководством, которое было осуществлено, в том числе и руками французских вооруженных сил. Эти люди хотят оправдать и то, что происходило в Египте, тоже с участием сторонних сил, которые могли базироваться в Европе, где угодно, но они представляли интересы Запада, или то, что сейчас происходит в Сирии, разрастающаяся война в Ираке, все это инспирировано, все это организовано, это не было следствием каких-то внутренних причин в исламских государствах, организована война, широкомасштабная война, в которой происходит взаимоистребление людей одной веры, наверное, масштаб сейчас не так велик, как хотелось бы этим закулисным манипулятором, поэтому они пытаются втянуть прежде всего весь Запад в войну с исламским миром, через компанию Яшарли, в нее же стараются втянуть и Россию, которая тоже может стать объектом исламского терроризма и не раз уже становилась объектом кавказского терроризма, конечно, об исламе речи никакой нет, и взорвать Россию изнутри это тоже одна из целей тех людей, которые организуют противостояние исламистов с порнографами на территории нашей страны, мы русские люди естественно должны занимать иную позицию для нас те и другие являются врагами и из нашей жизни и те и другие должны быть устранены как терроризм так и вот эта порнография с элементами оскорбления мировых религий оскорбления политиков вообще крайне низкого уровня интеллекта и нравственности такая вот продукция которую может быть нормально выпускать во Франции у нас за такую продукцию надо просто бить по морде давайте мы при всех соблазнах не будем втягиваться в эту компанию которая к интересам русского народа конечно не имеет никакого отношения мы не можем поддерживать исламский терроризм но мы не являемся врагами ислама пока он находится в своих геополитических рамках и не претендует на территорию России на территорию русского мира они нам здесь не нужны и нам их территории тоже не нужны и если мы проведем это размежевание мы сможем жить в мире если же начнем допускать на территорию России многие миллионы иммигрантов то здесь будет война она по сути дела уже идет и она организована Кремлем для того чтобы русские люди никогда не поднялись и не создали русское национальное государство вот этот иммиграционный противовес является средством для того чтобы сдерживать русское сопротивление для того чтобы сдерживать русское движение и не допустить смены власти олигархи которая продолжает грабить нашу страну у нас куда более существенно то что происходит на территории Новороссии где убивают не журналистов а убивают детей страшные картины которые иногда мы видим дети с оторванными руками ногами с иссеченными осколками лицами вот это для нас более существенно и более страшно этим мы должны быть озабочены гораздо больше чем какими-то там подонками которых перестреляли другие подонки на территории Франции в Париже нас нисколько не должна заботить солидарность между журналистами ну собственно поскольку у нас журналисты являются по большей части совершеннейшими отморозками моральными уродами то они и организуют эту компанию Я Шарли и посмотрите как все совпадает совпадает как бы все вместе и рождественские праздники и журналисты смеются что костлявая рука кризиса дотянулась до точек общественного питания в здании Госдумы на охотном ряду цены в домском буфете и столовой после праздников выросли на четверть и сотрудники аппарата и журналисты всерьез обсуждают вопрос чтобы приносить еду из дома ну депутатам которые получают там под полмиллиона рублей в месяц конечно все это дело не страшно они в общем-то могут в думе питаться могут в соседнем ресторане где цены еще в 10 раз больше питаться это все равно ну вот аппарату действительно тяжело равняться с депутатами и люди ропщут люди ропщут что вот тяжело стало житься тем кто работает в Государственной думе но еще тяжелее стало жить гражданам России которые заметили что продукты подорожали и надо сказать что кризис который мы вошли давно ожидался он был отложен именно тем что цены на нефть были высоки в течение 10 лет и ожидался кризис и я делал такой прогноз в 2004-2005 году что кризис неизбежен ну вот цены на нефть оставались на высоком уровне поэтому кризис подошел как раз именно сейчас а что произошло при Путине при Путине произошло якобы избавление России от долговой зависимости а это не так еще в 2000-х годах было известно что долговая зависимость просто переложена из бюджета то есть государства на корпорации которые брали кредиты за рубежом но при этом имели гарантии правительства то есть формально это те же самые долги если корпорации крупные корпорации крупные производственные комплексы имеют значительные задолженности перед западными банками значит это долг всей нашей страны и вот на сегодняшний момент мы имеем внешний долг российских компаний 610 миллиардов долларов в 2009 году он составлял 420 миллиардов то есть в последние годы долговое бремя увеличивалось и достаточно высокими темпами получив 3,5 триллиона долларов за счет торговли нефти Российская Федерация использовала их неизвестно куда Владимир Владимирович где деньги где эти 3,5 триллиона долларов колоссальная сумма рассосалась по карманам олигархов Владимир Владимирович кто ответит за это я думаю что нам к Владимиру Владимировичу бесполезно обращаться он то уж точно не собирается отвечать и не он будет требовать ответственности от тех кто рассовал деньги от нефти по карманам только русское движение может сделать и это только русская власть когда власть будет установлена в соответствии с национальными интересами конечно надо будет разбираться где нефтяные деньги которые в течение 10 лет рассасывались по карманам частных лиц для сравнения приводятся вот такие цифры по поводу бизнеса и условий проведения бизнеса в России и в соседних европейских странах ключевая ставка европейского центрального банка составляет 0,2% производитель получает кредиты под 4% годовых а у нас сейчас повышенная банковская ставка центробанк повысила до 17% а кредиты достаются производителям под 40% может 35-40% то есть деятельность центробанка в Европе стимулирует экономический рост у нас наоборот угнетает поэтому в ближайшее время будет сворачиваться экономическая деятельность прежде всего малого и среднего бизнеса ну а крупные структуры будут по-прежнему зачерпывать деньги в бюджете для того чтобы эти деньги там оказались и могли быть переданы вот этим частным лицам будет продолжаться уничтожение крупных социальных систем медицины и образования на первом месте они уже практически уничтожены не знаю, наверное будут в ближайшие годы если сохранится эта власть добивать все эти социальные системы олигархи будут продолжать богатеть ну а чтобы свои капиталы сохранить они будут вывозить их за рубеж и этот процесс неизбежен соответственно неизбежен крах этой власти вместе с крахом государственности который, не дай бог, произойдет или без такого краха если русское национальное движение придет к власти вовремя и остановит ту ханалию которую организовал господин Путин и вся его преступная шайка о том, кто на самом деле составляет власть в России можно судить о том, кто выступал на так называемом шестом Гайдаровском форуме вот такое мероприятие отпетых либерастов, либералов посетили несколько министров и даже сам премьер-министр Дмитрий Медведев который объявил там на этом форуме объявил Россия даже в нынешних условиях не собирается закрываться от мира менять курс в сторону создания мобилизационной модели экономического развития мы прошли гигантский путь от постсоветского полуразрушенного хозяйства до крупной экономики западного типа и было бы чудовищной ошибкой вернуться в прошлое хотя нас периодически к этому призывают отказаться от роли активного игрока в современном глобальном мире то есть заявлена программа дальнейшего разрушения России это советскую экономику вот этот недоросток этот недоумок называет полуразрушенной так это у нас сейчас полностью разрушенная экономика которая не имеет необходимых структур которые создавались в Советском Союзе были благостны даже в условиях коммунистического правления эти структуры действовали и действовали в основном-то на благо народа стратегический тупик действительно был в основном в политике он был связан с глобальной политикой как раз а здесь мы нашли новый глобальный тупик в котором будем пребывать если воля господина Медведева высказанная вот на этом форуме либерастов будет основополагающей в формировании нашей экономической политики и хозяйственного управления и дополнительно еще обеспечили разруху которая видна по всей стране можно кто поездил по стране тот знает насколько глубока разруха прежде всего в отдаленных территориях на Дальнем Востоке в Сибири и насколько мало точек в которых может быть когда-нибудь обеспечится хозяйственный и экономический рост поэтому вот та глупость той цитаты которую я привел она просто демонстрирует что за люди находятся у власти это истинные безумцы люди с такими ориентирами которые абсолютно неприемлемы для национальных интересов прежде всего для русских национальных интересов это просто враги нашей экономики которые действуют в интересах глобальной экономики а прежде всего глобальной олигархии и Дмитрий Медведев себя в этой роли совершенно откровенно и четко разоблачил кроме того были еще некоторые высказывания которые я приведу тоже в высших должностных лиц правительственных чиновников эпоха благостного развития экономики для России миновал безвозвратно заявил на том же Гайдарском форуме глава Минкомразвития Алексей Улюкаев вот это все-таки более здравая позиция которая оценивает будущее состояние но кто ответит за то что это произошло конечно те кто сейчас стоят у власти и в том числе господин Улюкаев совершенно не собираются отвечать за тот тупиковый курс который они проводили в котором они участвовали дальше вот министр финансов Силуанов сказал если оценивать черное золото по 50 долларов за баррель хотя такой цены уже и нет но при оценке средних значений на предстоящий год страна не получит около 3 триллионов рублей доходов вот такая оценка министр в общем-то сообщает о том что нам всем будет очень тяжело ну это нам будет тяжело олигархам то будет весело они просто будут искать новые источники доходов из наших карманов как наши карманы почистить а у себя доходы сохранить и наконец глава Сбербанка Герман Греф прежде тоже один из высших правительственных чиновников сказал очевидно что банковский банковский кризис будет масштабнейшим предупреждаю что Герман Греф возглавляет Сбербанк и крах Сбербанка будет наверное самым интересным для олигархи экспериментом как можно у граждан утащить еще больше денег и вот те деньги которые подавляющее большинство граждан имеет на своих счетах Сбербанки обычно это люди с очень небольшими доходами все это поступит как доход в карманы олигархов и я думаю что к этому можно готовиться уже исходя из слов сказанных Германом Грефом поэтому держать деньги на счетах Сбербанка это дело опрометчивое лучше держать в стеклянной банке свое достояние чем в банке у Германа Грефа мне вспомнилось что Герман Греф был одним из инициаторов так называемой реформы монетизации льгот и в 2005 году мне довелось участвовать в политической голодовке против господина Грефа а также тех кто был инициатором этой реформы господина Кудрина тогдашнего министра финансов и господина Зурабова который у нас теперь отвечает за политику на Украине его правда как-то не особенно заметно но он по крайней мере является послом Российской Федерации на Украине и вот все это безобразие связанное с мятежом и отстранением от власти господина Януковича это все на совести у господина Зурабова он являлся человеком который должен был наблюдать за ситуацией предупреждать вовремя о том что происходит по крайней мере вмешательство минимальное вмешательство России в дела которые происходили в Киеве в конце 2013 года позволили бы не допустить того кровопролития которое происходит сейчас господин Зурабов остался уважаемым человеком в системе власти как в свое время сослали на Украину Черномырдина он там рулил делами Газпрома вовсе не следовал национальным интересам своей собственной стороны также и Зурабов вот этот человек как бы при некоторых доходных процедурах которые позволяют ему существовать безбедно и ни за что не отвечать Греф который получил уйдя из правительства получил в управление Сбербанка России ничего не понимая в этом деле и господин Кудрин который имитировал оппозиционность но я думаю что в ближайшее время ему снова предложат место в правительстве правительство Медведева наверняка пойдет в отброс потому что надо как-то объясниться расплатиться с общественным мнением за то что происходит в России я думаю что в ближайшее время правительство Медведева будет отправлено в отставку большинство из его членов все-таки снова получат посты в правительстве ну а господин Кудрин наверное будет приобщен к этой команде в общем-то это достаточно распространенная процедура во времена Путина никого не оставляют в обиде из тех кто поработал на олигархию Кудрина тоже в обиде сейчас вовсе не оставили и я думаю что он найдет себе место в той либеральной номенклатуре которая сейчас заправляет в России как же используется наша экономическая система и те полномочия которые даны чиновникам в экономической сфере Центробанк у нас является одной из ключевых структур поскольку у нас все построено на деньгах на передаче денег принадлежащих государству частным лицам и для их обогащения за счет подавляющего большинства граждан некий слой продолжает обогащаться Центробанк является одним из инструментов такой политики обогащения незначительной группы лиц незначительной группы экономических субъектов вот до последнего времени Центробанк в основном облагодетельствовал Мосбизнесбанк это структура которая фактически была изъята из управления у тех кто до сих пор владел ей и передана ближайшим приятелям господина Путина якобы спасая Мособлбанк от банкротства для того чтобы его санировать глава Центробанка Эльвира Набиулина выломила из государственных средств 117 миллиардов рублей и передала спарринг-партнеру Владимира Путина подзюдо Аркадию Ротенбергу занимавшемуся оздоровлением этого кредитного учреждения понятно что это не оздоровление это просто захват это присвоение присвоение всей инфраструктуры которая приносила доход ну вот теперь в результате какого-то катаклизма происходит дальнейшая концентрация ресурсов в руках у людей которые приближены к Владимиру Путину это самое настоящее воровство и так это и надо называть поэтому политика Путина это политика воровства вот он она осуществляется такими методами которые используются главой Центробанка а в конце 2014 года рухнул банк Траст его акционеры во главе с Ильей Юровым скрылись в последние дни года Центробанк неожиданно оценил эту ситуацию в 127 миллиардов рублей он принимал решение о санации Траста 22 декабря то есть мы все готовились к праздникам у людей у многих размягчается сознание в этой ситуации они бегают покупают елки елочные игрушки подарки и так далее а тут работали ребята серьезные 127 миллиардов рублей кроме еще тех процессов которые у нас идут каждый год накануне праздников подготовка к этим праздникам еще и происходило падение национальной валюты все обратили внимание на это а между делом банк Траст получил свои эти 127 миллиардов на поддержание ликвидности хотя первоначально предполагалось выделить всего 30 миллиардов рублей зампред ЦБ Михаил Сухов указывал на то что разница между активами и обязательствами Траста оценивается в десятки миллиардов рублей то есть якобы активов много а реальных живых денег мало и надо чтобы спасти всю эту инфраструктуру вломить в нее вот в такую колоссальную сумму но такого не бывает такого не бывает чтобы такого масштаба вливания делались просто от того что некие ошибки совершило руководство банка это просто невозможно это ошибка на 126 миллиардов рублей такие ошибки не делаются без какого-то злого умысла и наверняка такой злой умысел был сонатором сонатором выбрана финансовая корпорация открытия за счет кредита Центробанка открытие получит в виде займов 99 миллиардов сроком на 10 лет неплохо на 10 лет если бы кто-нибудь из вас получил 99 миллиардов на 10 лет я думаю что он жил бы эти 10 лет припеваючи а через 10 лет как-нибудь бы уже отговорился от этого долга или по крайней мере хотя бы с частью этого долга переехал в места удаленные и недоступные для российских эмиды кроме того поскольку происходит падение курса рубля можно сказать что эти деньги были брошены в топку они не вернутся в бюджет или вернутся значительно менее весомыми если упала цена национальной валюты то эти 99 миллиардов превратили в 50 можно сказать что если вот эта финансовая компания открытия имела возможность обменять кредит на доллары то она выиграла сразу одномоментно 50 миллиардов рублей просто так по щедрости центробанка заодно посмотрим кто такая Эльвира Набиулина который Путин предоставил управление центробанк она начинала карьеру с того что в 95 году работала секретарем Анатолия Чубайса в комиссии по экономическим экономическим реформам эту должность она заняла по рекомендации Евгения Ясина который сейчас работает у ректора высшей школы экономики Ярослава Кузьминова мужа Набиулиной вот такая тесная компания Чубайсовская либералистическая и мадам Набиулина конечно в этой компании пользуется большим уважением Анатолий Чубайс вместе со своим помощником Борисом Минцем до недавнего времени являлся акционером компании открытия да какое-то тоже странное родство здесь возникает он был вынужден формально отказаться от своего актива после того как банк стал обвиняться в коррупционных связях с Центробанком раз стал обвиняться значит какие-то связи все-таки были и Чубайс просто ушел от ответственности на тот уровень когда наверное эта ответственность не может быть в полной мере вскрыта а реально преступное деятельность продолжается она не изменилась просто изменились лица которые меньше привлекают внимания если бы передача денег от Центробанка к компании открытия была сопряжена еще и с фамилией Чубайс наверное шум был бы гораздо более значимый сейчас Чубайс увильнул и вот эта преступная воровская операция оказалась не так заметной для общественного мнения Россия находится в очень серьезной зависимости от нефтяных цен потому что Путин и перед ним Ельцин опирались прежде всего на нефтяную составляющую в экономике она у нас и на сегодняшний день превышает 50% и за счет нефтяных доходов наполняется бюджет Российской Федерации выплачивают социальные пособия и так далее экономики как таковой нет если половина наших доходов связана с продажей в основном сырой нефти но это не экономика и ее никогда не было и никто не развивал и никто не собирался этого делать потому что очень удобно получать свалившиеся неизвестно откуда колоссальные доходы и куда их девать оказывается распихивают просто по карманам в 2013 году 52% бюджета России обеспечивали доходы от продажи нефти и нефтепродуктов и газа 68% экспорта составляли вывоз углеводородов причем в основном в виде сырой нефти в 2014 в 2014 году зависимость бюджета от нефтяной иглы снизилась теперь нефть и газ обеспечивают лишь 48% доходов казны ну потому что цены упали и поэтому и снижение доходов и снижение доли в национальном бюджете произошло в 1999 году Путин фактически когда Путин фактически воцарился в Кремле нефтегазовые доходы обеспечивали только 18% федерального бюджета в следующем году уже почти 25% то есть с приходом Путина вот это все началось а некоторые думают это же Путин гений ну смотрите как хорошо стало жить да просто нефть подорожала вот и все а никакой заслуги Путина в этом абсолютно нет нефть подорожала гораздо больше чем выросли наши способности покупать какие-то товары то есть товарное покрытие наших зарплат вовсе не увеличилось может быть кому-то показалось какому-то узкому сектору людей которые в основном работают где-нибудь там в нефтянке или в каком-нибудь банковском секторе вот пиковый показатель по доходам от нефти наблюдался в 2011 году более 54% госказны составили деньги пахнущие нефтью вот и сейчас Россия вся пропахла нефтью и этот запах отбил вообще чутье на те изменения которые происходят в технологиях добычи в других странах и мы собственно подошли к краху вот той политики которую проводил Владимир Путин в течение всего времени своего существования на высших должностях Российской Федерации по сравнению с 80-м годом Российская Федерация имеющая население вдвое меньше чем Советский Союз стала экспортировать в расчете на экспорт только за валюту нефти в 8,4 раза больше чем СССР или в 15,6 раза больше в расчете на душу населения газа в 8,6 раза больше или в 16 раз больше в расчете на душу населения нефтепродуктов в 6,8 раза больше или в 12,7 раза больше на душу населения Эти цифры просто говорят о фантастическом везении, которое, можно сказать, от Господа Бога нам было представлено, и мы могли бы использовать все это, если бы была национальная власть. А власть оказалась антинациональной. Поэтому, кроме пополнения отряда мировой олигархии, все это России не принесло ничего. То есть врагов наших стало больше, мы их просто финансируем. Анализ показывает, что деньги, полученные в результате доходов от высокой конъюнктуры в ценах на нефть в течение последних 10 лет, рассеялись в основном по карманам олигархов, а также на некоторые глупые парадные мероприятия, которые тоже становились причиной для коррупции, для разворовывания, как разворовали большую часть средств, которые были потрачены на Олимпиаду, которые так вот гордятся в Кремле, как будто они сами там какие-то олимпийские рекорды установили. На самом деле установлен рекорд воровства. Олимпиада в Сочи стала самой дорогой из всех Олимпиад, которые были, причем не несколько дороже, многократно дороже, чем любая другая Олимпиада, в разы дороже. Там украдено столько средств, можно на вскидку сказать, 3 четверти, 4 пятых средств украдено, наверное, не меньше. Ну и другие такого рода мероприятия финансируются за счет вот этих сверхдоходов, которые получал олигарх. Они устраивали праздник для самих себя, для усложнения своего собственного самолюбия, для того, чтобы как-то там выглядеть более презентабельно в глазах мировой общественности, для того, чтобы чувствовать себя мировыми лидерами. Но вовсе не для пользы дела, вовсе не для России все это делалось. Все эти траты, ну как банкет по случаю какого-нибудь очередного юбилея, вот примерно вот такие банкеты, олигархия, которая разграбила все эти нефтяные доходы и устраивала у нас иногда. Иногда казалось, что они действуют в интересах России. Никогда, никогда они в интересах России не действовали. И сейчас кризис они используют для того, чтобы еще большие доходы получить, по крайней мере не получить какого-то недостатка в этих доходах. Мы должны расплатиться по их шашням, которые привели нас к кризису. Мы должны заткнуть дыры в экономике, связанные с падением национальной валюты и с падением цен на нефть. Вот только этим и занимается олигархический режим. При этом некоторые думают, что мы сейчас немножко при этом кризисе поживем, а потом как-то все восстановится. Ничего подобного. Долговременная тенденция не обещает серьезного роста цен на нефть. Сейчас нефть, упавшая в цене за 2014 год на 50%, в 2015 году может стать, напротив, еще дешевле. Это связано с неким производственным циклом, который вводил в одну за другой новации, позволявшие производить нефти все больше и больше. И это отмечается в нефтедобыче Соединенных Штатов Америки, которая выросла уже до уровня Саудовской Аравии. Это использование технологий, позволяющих добывать нефть из тех пластов, которые раньше считались бесперспективными. Поэтому в российской нефти необходимости все меньше и меньше. И самая мощная американская экономика начинает пользоваться своими собственными энергетическими ресурсами. Поэтому ожидать, что как-нибудь пронесет, не получится. Стратегически Россия проиграла. Вместо того, чтобы вкладывать в течение 10 лет в развитие науки и высоких технологий, российское руководство, Путин, прежде всего, вкладывали деньги в олигархию, в разрастание этой олигархии, в увеличение количества людей, которые получают деньги не за то, что они предпринимают какие-то удачные управленческие решения, вводят в действие какие-то новые технологии. Просто воровство. Вот это и было самым основным, что имелось в политике Владимира Путина. Все больше этих доходов не будет. Отсюда, кстати, и вновь восстановление патриотической составляющей в деятельности высших органов власти. Они действительно таковыми становились в начале 2000-х годов, когда цены на нефть были низкими. Тогда, кстати, и появилась партия Родина. Кремляне были не против, чтобы такая патриотическая организация не только возникла, но еще и прошла в Думу и там достаточно активно действовала. Но потом, когда в 2004 году началось возрастание цен на нефть, в патриотическом проекте не было больше никакой необходимости. Сейчас мы видим, что буквально все пропутинские, прокремлевские партии патриотичны как одна. Все стали крутыми патриотами. Только почему-то при этом ненависть к России и русским продолжается с прежней энергией и подавление русского движения все в том же духе. Для разрядки такая информация о скандале, который многие заметили, но некоторые прошли мимо. У нас ведь чиновники очень часто любят обрежаться в форму, которая очень близка к военному покрою. И иногда даже не отличишь какого-нибудь представителя железнодорожной службы от морского офицера. Его генеральские погоны воспринимаются именно как генеральские, а не как некие бирки чиновничьего статуса. И много ведомств шьют для своих работников вот такую форменную одежду. Это разные проверочные службы, разные надзоры. У нас же сейчас очень много надзорных служб. Вот все они это шьют. Есть в сети многочисленные фотографии. А поводом для их размещения там и обсуждения была новая форма для высшего состава, да и для рядового состава почтовой службы. В реальности она, конечно, темно-синяя, но иногда воспринимается как почти черная. Уж больно темный тон был избран. И вот шутники позабавились, представляя, что эта форма очень похожа на гестаповскую, асессовскую. Правда, к сожалению, большинство не отреагировало на введение новой формы ФСБ. Люди в форме ФСБ на улицах практически не появляются и в сети не публикуют свои фотографии в этой форме сотрудники ФСБ. Ну, та форма просто один в один, хьюго-босс, гестапо и так далее. Здесь, конечно, такое шутливое отношение. Просто поиздевались над чиновниками. Чиновники тут же стали оправдываться. Представители почты России сказали, что, конечно, это гестапо никакого отношения не имеет и вообще это оскорбление. Но фотографии, которые были размещены на официальных серверах Почты России, были убраны, были стерты. А ощущение осталось, что вот что-то такое, был какой-то скандал. И вот насмех подняли чиновников, которые начали придумывать для себя костюмы. Кстати, они придумывают для себя не только костюмы, но и разнообразные награды, и орденские планки появляются. Не государственных наград, а ведомственных, местных каких-нибудь там, общественных организаций. Иногда видишь человека, который приходит на общественные мероприятия, весь увешанный какими-то значками и медалями в генеральских погонах, с золотым блеском, который никакого отношения ни к армии, ни к воинским званиям никогда не имел. Или если имел когда-то, то был полковником, а не генерал-полковником. И награды у него были весьма скромные, какие-нибудь там ювелирные медали. Ну а теперь он весь в звездах, как ночное небо. И такие люди действительно тоже морочат голову, им почему-то не ставят препятствий со стороны правоохранительных органов. Здесь, конечно, посмеялись над почтовиками, но при этом вспомнилось, что партия Великая Россия тоже была подвергнута, нет, не насмешкам, а злобной клевете, когда мы ввели форму для своих охранных подразделений, которые призваны были, как и любая охранная структура. Мы же их видим достаточно много на предприятиях, на любой проходной этих охранников в черной форме. Мы тоже вышли на одной из шестей в черной форме. Ну и всех, конечно, потрясает, что черная форма применяется в общественной структуре. Еще одевают какие-то фуражки с какой-то там символикой, какие-то повязки нарукавные. Это же гестапо, это же СС, и люди, насмотревшиеся советских фильмов о фашистах, даже не знают, что черная форма СС-гестапо была отменена в 1939 году, потому что она изобличала тех людей, которые ее носили, в том, что они не фронтовики, а тыловики, тыловые крысы. Поэтому для спецслужб нацистской Германии была введена форма, идентичная офицерской форме армии вермахта. А то, что в России черная одежда, военная в том числе одежда, является нормой, это видно по фактам нашей истории, мы это прекрасно знаем. Разные бывают, конечно, покрои одежды, но при чем здесь гестапо, при чем здесь СС? Это просто злобный навет людей, которые либо не вполне адекватны, либо у них в мозгу вот только это, они не вникают в содержание, ну вот кого интересует содержание деятельности Почты России. Вот интересует костюм и возможность посмеяться над ним. В данном случае не посмеялись, а клеветали довольно долго. Причем клевета исходила не столько от либеральных СМИ, которые не очень-то заметили не слишком многочисленную колонну людей, одетых в черную одежду, а сколько вот тех, кто себя называли патриотами и даже русскими националистами. Вот эта кампания проходила в 2012 году в течение достаточно длительного времени. И клевета сыпалась, как будто ее кто-то беспрерывно спонсировал, подогревал. Эти усилия клеветников, не буду называть их фамилии, они достаточно хорошо известны, и в сети можно найти материалы от тех людей, которые нас обвиняли в нацизме, хотя никаких элементов нацизма в программных документах, в деятельности партии Великой России просто нет. И быть не могло, и никогда никаких симпатий к нацистской Германии у нас высказано не было. Аналогия между тем веселым скандалом, который произошел сейчас, и тем, который был 2,5 года назад, просматривается только в том, что форма кому-то что-то напомнила. Те, кто смотрел на эту форму, прекрасно знают, что никакого отношения к гитлеровской Германии ни в первом, ни во втором случае не было. Но в одном случае кому-то надо было организовать политическую кампанию, а во втором случае это была просто игривая реакция завсегдатая в сети интернет перед лицом недальновидности некоторых чиновников, слишком полюбивших военную форму, военную выправку, разные там бирюльки, погоны и так далее, что, собственно, не является таким уж большим грехом, но повод для того, чтобы поиздеваться над всей этой чиновничьей ратью, конечно, возникло. Но поиздевались и забыли. И кампания против партии «Великая Россия» тоже уже забылась, мы просто напоминаем о ней, для того, чтобы люди не велись на вот эти провокационные действия со стороны клеветников. Если русские одеваются в военную форму, наверное, это что-нибудь дозначит, наверное, это имеет какой-то смысл. Русским с русскими надо проявлять все формы солидарности, несмотря на то, что некоторые действия кому-то могут показаться неправильными, и опрометчивыми. Но не надо клеветать, не надо придумывать какие-то выводы из того, что вы просто увидели своими глазами. Глаза очень часто обманывают, и зачастую вы, обычные граждане, становитесь передатчиками вот этого вируса клеветы, который кому-то очень выгоден, кому-то очень нужен.